Несмотря на сложный уходящий год в Самарской области, рост по многим показателям. За 4 года открыто 59 новых производств. Оваловый региональный продукт вырос более чем на 7%. В условиях санкций и кризиса инвестиций в Самарский регион выросли, в том числе в социальную сферу. Такие показатели привел губернатор Николай Меркушкин в самом начале послания депутатам Губернской думы и жителям области. Прямая трансляция шла на ведущих каналах области, в радиоэфире и на интернет-сайтах. Большим достижением самарских предприятий стал объект мирового значения. Наши заводы проложили еще одну дорогу в космос. В горячем году произошло важнейшее событие в целом для страны и, конечно, Самарской области. Состоялся успешный запуск самарской ракеты с первого российского гражданского космотрома «Восточный». Во многом концепция нового космотрома, его проектирование и строительство осуществлялись с самарскими предприятиями во главе с РКЦ «Прогресс». Сызеринский тежмаш исполнил основной стартовый стол. УАО «Кузнецов» создал двигатели для ракеты. И вот очередная масштабная задача. Самарские заводы примут участие в реализации крупнейшего газового проекта. Рост показателей и в других отраслях промышленности. Рекордную сумму 9 миллиардов рублей в бюджет перечислят нефтяники. Продолжится сотрудничество с нефтегазовым сектором в реализации социальных программ. Автоваз увеличил продажи на 18%, устойчиво занимая пятую часть отечественного авторынка. На 20% увеличен доход в химическом кластере. Самара вышла в лидера по строительству жилья. Строятся новые школы, детские сады и спортивные объекты. Но главное достижение – дорожное строительство и транспорт. В городе идет ремонт дорог, строятся развязки на Московском шоссе, возведены первые пролеты Фрунтинского моста. Получил поддержку проект строительства «Магистрали Центральная». У нас в правительстве России как греха на строительство «Магистрали Центральная». Надо очень активно сейчас проводить работу и в этом году начинать строительство. Проектирование перешли до кончайна и начать строительство. Потому что это магистрали не особо изначально. В 2017 году должны стартовать новые масштабные стройки. Городу нужен новый автовокзал, речной вокзал и скоростной трамвайный путь в направлении Самара-Арены. По этим рельсам будут ходить лучшие в стране трамваи. Продолжится закупка городского муниципального транспорта. Самарской области удалось улучшить показатели по многим направлениям. За четыре года в пять раз выросли объемы дорожного строительства. Более чем в полтора раза увеличились вложения в здравоохранение. В Самаре построен современный высокотехнологичный перинатальный центр. Самар выходит на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по футболу. Полтора года осталось до мирового спортивного праздника, во время которого город будет принимать топовые матчи мундиаля. Задача и власти, и бизнеса, и каждого самарца – воспользоваться историческим шансом, чтобы на достойном уровне принять чемпионат. Марина Кравцова, Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.